Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами будем обсуждать Туртойса. Это ПТ-шка 9 уровня, которая стоит непосредственно перед Бабахой. Итак, ребят, что собой ПТ-шка представляет? ПТ-шка довольно интересная. Интересная она в том, что у неё, ну, прям куча брони, вот прям совсем-совсем большая куча. Ну, для понимания, допустим, вот здесь вот у вас в левой части танка, когда вы на него смотрите, 203 единицы. И это с учётом, точнее, без учёта привидёнки. Плюс ещё привидёнка есть. Вот здесь, с этой стороны, у вас 254 брони. Вот этот вот кругляшок 228. Вокруг орудия 406. Вообще просто непонятная какая-то цифра, которую невозможно поместить себе в голову. Я вообще не представляю себе, чем можно это пробить. Что касается ниже, ну, нижнего бронелиста, его точно так и не назовёшь, передний, да, назовём его бронелист, потому что стыка нет, как такового. 254 брони. Вот здесь вот эта планочка спереди, 76 миллиметров. Но есть привидёнка довольно-таки неплохая. Короче говоря, с лба машинку надо очень хорошо выцеливать для того, чтобы пробить. Что касается бортов, да, тут немножко более скучно. Более скучно, потому что верх вот этот вот имеет 152 миллиметра и 101 миллиметр за гуслями. Ну, а что касается кормы, то в корме 101 миллиметр, поэтому даже комбашня в это, она, ну, как бы покрепче будет, чем сама корма. В общем, ребят, машина играется либо в прямой проекции, либо немножко рамбуя, но в любом случае явно не боком и уж точно не от кормы. Что касается орудия. Ребят, орудие у меня стоит топовое, его будем катать, в любом случае вам придётся его открыть для того, чтобы идти к FV215B. И орудие само по себе довольно-таки классное. 400 единиц альфы с 6,2 перезарядки. Да, у меня там открыто всё, что можно открыть. И, ну, уж куда лучше, чем то, что есть. Уже некуда. Урон в минуту при этом всём составляет 3850 единиц. Очень классный ДПМ для машины. Единственное, что на машине необходимо найти себя на карте изначально. Почему изначально, обсудим непосредственно в бою. Что касается времени сведения разброса на 100 метров, скажу, пушечка очень точная. Разброс божеский, нормальный, играбельный. И время сведения тоже вполне-таки даже комфортное. Заценивать тоже будем непосредственно в замесе. Имеет углы склонения минус 10, то есть от холмов всего остального отыгрывать удобно. Единственное, что, безусловно, вашу вот эту комбашню будут выцеливать, да. Ну и, соответственно, когда вы будете играть от каких-то неровностей, первое, куда будут пытаться выцелить, это сюда. Ну и поверьте, если у кого-то точная пушка, понятное дело, что залетать будет. Короче говоря, ребят, то, что касается пушки и брони, я сказал. Что касается подвижности, я изначально выкатал топовый двигатель, топовые гусли. Как правило, я этого не делаю. Но танчик мне понравился, я решил оставлять себе его в ангаре. Да и, честно говоря, на базовом двигателе и базовых гуслях кататься прям, ну, совсем не в кайф. Ты и так плохо едешь, когда на топовом двигателе и топовых гуслях. А на базовых, ну, ты вообще, короче говоря, практически не движешься по карте. Ладно, ребят, меньше слов, больше дела. Погнали в бой, посмотрим, что эта машинка может на девятом уровне. Понятное дело, что, как правило, она в любом случае встречается с десятками. Сейчас нам повезло, десяток не будет, будут восьмерки. Ну и, соответственно, мне необходимо изначально принять предполагаемо правильное решение, в какую сторону на этой машине поехать, по одной простой причине. Потому что, если вы сделаете неправильный выбор, вы, соответственно, существенно снижаете живучесть своей машины в бою. Это связано с тем, что, как вы видите по подвижности, даже на топовом двигателе, на топовых гуслях, подвижности у танчика нет. То есть он едет прям вот совсем туго. Он настолько туго едет, что складывается впечатление такое, якобы вы ехали изначально на и так не сильно поворотливом тяже, и вам еще и двигатель выбили. И вот с такой вот скоростью вы передвигаетесь. Очень сильно хочется включить ремку для того, чтобы отремонтировать двигатель. Но и потом ты ловишь себя на мысли, что ремонтировать нечего. Это реальная подвижность данной машины. Почему я изначально в ангаре и говорил, что вам необходимо сразу выбрать себе правильное место. Если с правильным местом повезет, то, соответственно, вам повезет и набить урона. Дело в том, что вы, играя на тортойсе, не зря его называют черепаха, ну и некоторые тортиком называют, но все-таки на черепаху он похож больше. Играя на тортойсе, вы, в принципе, должны сразу удалить из своего лексикона, из своего запаса слов, такие слова, как подвижность, маневренность, подкатиться и помочь, перепрыгнуть на другой фланг. В общем, все это, оно сразу изначально становится для вас чуждым. Этих терминов, в принципе, не должно быть в вашем лексиконе, когда вы изначально берете машину из ангара. Поэтому, ребятки, приходится занимать вот такие вот стоячие какие-то позиции, надеяться на то, что враг откроется, где-то кто-то засветится, ну и, соответственно, вы сможете накидывать по нему урон. Что касается накидывания урона по противникам, я надеюсь, нам сейчас повезет куда-то подъехать, с кем-то попадаться. Мы заценим с вами однозначно точность и время сведения. Ну а тогда уже и буду объяснять, почему мне нравится это орудие. Вот что касается того, чтобы не дать маху, я дал сейчас маху, я сейчас повернулся боком, ну и, соответственно, отхватил. По сведению, как вы видите, ну, орудие сводится довольно-таки нормально, и по точности, согласитесь, тоже довольно неплохое. Да, на одном шоте, конечно, особо не заценишь, но в целом, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, пожалуйста, сейчас между стоек моста довольно точно орудие закинуло ровно туда, куда я целился. И это крайне приятно. Запаса прочности осталось не так уж и много. Сейчас заценим, куда нас пробили. Нас пробили... Нас пробили, вот, по-моему, как раз в комбашню нам и закинули. Ну и нас бьют в борта. Однозначно бьют в борта. Поэтому бортовать на данном танчике не получится, ну, аж никак. За то время перезарядки меня всегда радовало на Тортоисе. На Тортоисе ты реально можешь... Вот сейчас бы я мог добрать. Единственное, что союзник раньше выстрелил. Но в целом, ребят, на этой машинке, если вы приспособитесь к ней, если вы поймете то, как она передвигается по карте, если вы это прочувствуете, будете на интуитивном каком-то уровне предполагать и осознавать, сколько времени вам необходимо для того, чтобы куда-то докатиться, где-то занять какую-то позицию, сколько времени реально занимает, по ощущениям, развернуться на данном танке. Ну, соответственно, вы будете реально хорошо на ней отыгрывать. Насколько сложно или не сложно выкатать десятку? Ну, не знаю. Мне, честно говоря, было гораздо легче, чем выкатывать другие машинки с этой ветки. Вот Тор Тойз, с учетом того, что Бабах, она, в принципе, не входит в рамки всей ветки, да, то есть она какая-то совсем не такая. Ну, вот прям отличается абсолютно полностью. то, если идти конкретно по АТ-шкам, Тор Тойз это венец веток. То есть вот все предыдущие танки, они по чуть-чуть, по чуть-чуть как-то приближаются конкретно к Тор Тойзу, а не к Бабахе. Но сейчас досмотрим бой до конца. Вот обратите внимание, бьют непосредственно вот в эту вот комбашню. Ну, соответственно, пытайтесь ее как-то прятать, хотя прятать ее очень сложно, разве что где-то за каким-то зданием становиться, ну и, соответственно, от здания как-то отыгрывать. Что же касается всей остальной прямой проекции, заметьте, в прямую проекцию больше никто никуда не выцеливает, потому что выцеливать особо некуда. Есть вот непробитие в районе орудия, если вы его видите. С правой стороны, если сейчас смотреть в углублении, ну, бока, понятное дело, пробиты, в корму к нам никто не заезжал. Итак, ребят, смотрим результаты боя. Что у нас получилось? Получилось у нас сделать несколько удачных шотов. Получилось сделать один фраг, но это был недобиток, как бы, то есть, ну, даже считать его не буду. 1780 единиц урона в нашей команде по урону мы заняли третье место. И эта машинка еще не отыграла вот во всей своей красе, как она бы могла. Сейчас забрасываемся в следующий бой. Ну и пока будем это делать, я хочу попросить каждого из вас поддержать мой канал, поддержать начинание, не дать загнуться моему каналу своей подписочкой. Оформить вы ее можете в один клик, в правом нижнем углу есть желтый шильдик, наводите на него мышь и в один клик становитесь постоянным зрителем канала. Я же буду пытаться для вас снимать в дальнейшем все такие же честные, в первую очередь, обзоры на всю технику и на товары в магазине, которые я смогу себе позволить приобрести для обзора. Итак, ребят, не поеду я, вот прям не хочу я ехать на линию СТ, потому что мне там с моей подвижностью и картонными боками делать просто-таки нечего. Вообще, честно говоря, я всегда отыгрывал на Туртоисе больше с тяжами. Но броня есть, едут тяжи плюс-минус с такой же скоростью. Ну да, чуть-чуть быстрее, чем ты, но все же ты тянешься за тяжами гораздо комфортнее, чем тянешься за средними либо легкими танками. Не знаю, получится сейчас заценить точность орудия или нет на дальних расстояниях. Вообще, углов как вправо-влево, так и вверх-вниз их Туртоису достаточно. Безусловно, есть какие-то такие вот моменты, в которых вам хотелось бы, чтобы пушка вверх задиралась там как-то типа круче, да, но поверьте, и так оно довольно-таки неплохо получается. По точности возвращаемся к теме точности орудия. Согласитесь, точность орудия классная, время перезарядки и время сведения они настолько качественно в этой машине конкретно сбалансированы, что играть крайне комфортно на ней. Вообще, мне очень сильно не нравятся машины, которые, ну вот углы склонения допустим, те же самые. Мне очень сильно не нравятся машины, в которых скорость перезарядки преобладает над скоростью сведения. То есть, вот этот вот дурацкий игровой момент, в котором ты уже успел перезарядиться, но все никак не успеваешь свестись. Согласитесь, это немножко подбешивает. Так, сейчас попытаемся как-то этого товарища выковырять. Нет, не повезло выковырять товарища, хотя шансы были. Досматриваем бой, выпрыгиваем в ангар, ну и дальше продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok И так, закончился наш второй бой. Опять 1700, там с копейками, будем говорить, 1780 единиц урона. Но, короче говоря, машинка довольно-таки постоянная. И опять третье место по урону. Я, честно говоря, не вижу смысла запрыгивать в следующий бой, потому что плюс-минус бои, они на Тортосе вот такие и происходят. Не знаю, как играется у вас эта машинка, у меня она играется приблизительно вот так. Да, безусловно, не все 100% поражений, есть победы, есть четкие победы с несколькими фрагами. Ну, короче говоря, машинка периодически кайф доставляет. Но, в целом, геймплей немножечко унылый. Я все же люблю двигаться по карте, а не стоять в одном месте и вяло передвигаться. Ну, уж тем более, я очень сильно не люблю, когда я мало того, что еле еду, так еще и рискую, когда остаюсь сам. Соответственно, машина сама вытянуть однозначно не может. Крайне редко бывают бои, в которых вы можете затащить бой в одиночку, уж тем более против нескольких противников. Короче говоря, Ахиллесова пята в виде комбашни это на всей ветке есть. Ну, а заканчивается эта вся история с Ахиллесовой пятой, когда вы открываете бабаху, которая просто шьется везде, куда не лень. Зато имеет высокий уровень альфы, но долгое время перезарядки. Этот же танчик, если смотреть на веточку всю, которая есть британская, начиная от АТ-2 и заканчивая Туртойсом, это, как я уже сказал, венец развития этой ветки. И по логике здесь, вместо бабахи, по моему скромному мнению, должен был быть бы Бадгер, а не ФВшка. Вот ФВшка, она прям просится быть какой-нибудь коллекционной либо премиумной машиной, только немножечко что-то ей апнуть. Ну, типа брони немножко добавить. Что же касается того, как бабаха сюда попала, с учетом отсутствия брони и наличия брони у всей вот этой техники, я до сих пор понять не могу. Поэтому, в целом, я бы сказал, что Туртойс это и есть нормальная, в теории, десятка для ветки АТ-серии ПТ-шек. Вот такая вот она машина ПТ под именем Черепаха. Как она у вас будет играться, зависит от того, насколько вам подойдет геймплей, насколько вы привыкнете и свыкнетесь с реалиями использования данной машины в рандоме. Насколько легко будет выкатать бабаху, не могу сказать, что легко, я больше чем уверен, что у предобладающего большинства из вас возникнет желание или даже необходимость, дабы сохранить свою нервную систему в целости и сохранности, потратить свою свободку на то, чтобы добавить и открыть бабаху пораньше. Хотя Туртойса я оставил себе в ангаре, крайне редко, но все же его выгоняю и периодически на нем получается фанить. Вопрос заключается в том, на какой карте ну и как сыграет ваша команда. На этой машине я вывозил по 3,5-4 тысячи урона и был этому очень рад. Ну и главное не забывайте, не подпускайте никого к бортам и к корме, потому что закрутить вас проблемы не составит абсолютно никакой. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор на Туртойс в фуловой комплектации и того, как он будет кататься в ваших руках, если вы играете плюс-минус так как играю я. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу и вам буду безумно благодарен. До встречи на новых видео и стримах. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.